Продолжаем отмечать Новый год в студии утреннего телеканала Ростовской области. И мне кажется тебе, Ира, что не хватает нам в нашей праздничной программе немного волшебства, магии и чародейства. Я согласна с тобой полностью, тем более, что у нас тут сейчас такая компания собралась. И за фокусы, магию, волшебство и чародейство сегодня утром отвечает мастерская фокусов «Красный кролик». Ребята, доброе утро, ребята! С Новым годом вас, во-первых! С Новым годом! Смотрите, какие бравые ребята у нас сегодня здесь собрались и чем-то будут сегодня нас здесь удивлять. Расскажите вообще о сфере вашей деятельности. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся тем, что мы дарим улыбки людям, радость и очень много удивляем. Так, ну давайте, что говорить, давайте начнем. Удивите меня, улыбните меня, что вы еще там перечислили? Друзья, тогда я думаю, что... Эдуард, покажите, пожалуйста. А можно, пожалуйста, вот так две ладошки ваши, две ручки поставить? Давайте чуть-чуть повыше. А вы правша или левша? Скажите, пожалуйста. Я правша. Правша. Правую ручку можно за спину убирайте? Смотрите, все пишется. Если что, у меня пропадет. Так, хорошо. А левую ручку зажимайте в кулачок. Есть такой замечательный фокусник, да, там, Гарри Гудини. Они много показывали этот фокус. Когда ширму подносят к человеку, ее подбрасывают, когда ширма падает, человек исчез. Ой, вот сейчас то же самое покажу. Даже не мечтай, Леша, я останусь здесь. Только в миниатюре, в миниатюре. У меня исчезнет просто рука? Да, можно сейчас практически. Можно взять вот так крестик, нарисовать. Так. Этот крестик, как наш зритель, его можно взять аккуратно, вот так, и забрать с руки. И потом этот крестик окажется где-то в невероятном месте. В каком? Можете открыть и показать всем, что у вас сейчас там? Как это? Что это? Ребята, Ребята, Новый год, Новый год. Слушайте, а вот так же... А что? А вот? Да, у меня слов не хватает. А можно то же самое, но с деньгами. Нужно. Нужно. Слушайте, ну это вообще. Ребята, и удивляются люди, да? Люди? Да, я вам согласна. Я вам вот скажу, удивлялась и очень сильно. Ну, вы недавно все объединились. Каждый из вас был абсолютно самостоятельной единицей, который занимался какой-то магией, можно сказать, чародистом. Кто за что отвечает. Удивлял и восхищал. Да, кто, чем занимается? У нас Амир занимается магией с детьми. Это наш... А это видно, судя по тому, что у него такая классная прическа. Магический шрам. И зашой след, да, да. Это потомственная, просто из рода Гарри Поттера. А, вот это. Эдуард, наш великолепный картежник и шулер. Он занимается... Ну, судя по тому, что он ставит метку на женщинах, это понятно. Ну, так. Алексей. Андрей у нас менталист. Он занимается магией мыслей. Это вся та магия, которая происходит в ваших головах. Вы можете прочитать, о чем сейчас думает Алексей? Я уже промолчу. Я все слышу. Как видишь, Ира, я не изменяюсь себе. Так. И Алексей наш гипнотизер. Он занимается тем, что погружает людей в транс, внушает им различные состояния, эмоции и много чего еще интересного. По-настоящему? По-настоящему. Абсолютно по-настоящему. Смотрите на меня, пожалуйста. Хорошо. Так, ребят, ну, можно теперь что-то на мне? Я уже стесняюсь. Да, конечно. Мы вам... Утро, время в кофе. Так, я наверное, должен быть меняется. Принесли стаканчик кофе, да. Скажите, пожалуйста, вы пьете с сахаром или без? Я пью с сахаром. С сахаром. Прекрасно. Возьмите, пожалуйста, кофе. На сдачу нам дали денег. Дали денег? На удивление, на сдачу дают деньги. Сколько же стоило это кофе, что вам на сдачу дали 100 рублей? У нас была большая купюра. Можно, пожалуйста, возьмите маркер, распишитесь, пожалуйста, на купюре? Мои отпечатки тут остаются. Что сделать? Поставь тот же крестик, который тебе на руку поставили. Покажите. Покажите. Покажите, пожалуйста, оператору. Да, крестик. Держите, пожалуйста, купюру, пусть она будет у вас. Я сейчас этот маркер заберу. И также, единственное, что мы взяли, кофе без сахара. А, без сахара. Единственное, что сахар я добавлю к вам самым. Волшебным способом. Естественно. Так. Его я перенесу через свою руку вашу. Ага. Что происходит? Что это за порошок? Ой. Теперь ваш кофе с сахаром. Попробуйте. Я могу это проверить. Притом, стойте, стойте. Давайте размешаем. Нет. Даже палочка. А, вот и нет, да? Размешать. Размешать нужно, да? Да. А, да, 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 конечно, конечно, так, ребята, палочка. Возьмем палочку, аккуратно ее, тик, и помешаем. Попробуйте, кофе с сахаром или без? Честно. Честно. Нужно честно говорить? Да, да. Без сахара. Без сахара. А, знаете, почему? Я немножко промахнулся. Ага. Друзья мои, там действительно сахар. Как вы это сделали? Как они положили туда сахар? И мы все же достанем этот сахар. Да, достаньте, пожалуйста, ребят, этот сахар. Там точно сахар? Сейчас посмотрим. И вот этот сахар высыпается прямо в кофе. Из денег. Алексей, тебе когда-нибудь сыпались? Вот, ребята, это наглядная иллюстрация словосочетания «сладкая жизнь». Оп, прекрасно. Вот теперь мы его разрешаем. Ну и это еще не все, друзья. И это еще не все. И это еще не все. Я сейчас достал телефон. Позвольте, я пока подержу. Открыл обычный телефон, да, через который мы набираем номера. Привет, Назар. Я сейчас переверну вот так телефон. Коснитесь несколько цифр. Просто вслепую пальчиком, пальчиком. Пару раз. Девяточка. Давайте еще раз. Один. Теперь вы. Еще пару цифр тоже. Нолик. Давайте еще, еще. Два. И последняя циферка. Четыре, друзья. У нас получилось девяносто один ноль двадцать четыре. Вы только что... Да, на камеру вот это, пожалуйста. Ага. Вы только что набрали на телефоне девять один ноль двадцать четыре. Верно? Да. Кофе? Девять один ноль двадцать четыре, так. Кофе умеет предсказывать будущее. Ой, нет. Вот только не надо, пожалуйста. И здесь на палочке у нас как раз таки изображено. Девять один ноль двадцать четыре. Вот знаете, я перестал верить в Деда Мороза больше двадцать... Сколько? Больше двадцать лет назад. Как это возможно? Но поверить в это, не поверить вот в это, друзья, ну просто невозможно. Это абсолютная правда. Поверьте мне, я вам никогда не вру. Мы не останавливали на паузу, не делали стоп-кадр, мы ничего не делали. Это что? А вы знаете, что это на самом деле даже еще не все? А, и это еще не все. Мы заранее знали все о том, что сегодня будет происходить. И, дорогие друзья, сейчас мы вам продемонстрируем, что девять один ноль двадцать четыре. И тогда у нас получается Дон двадцать четыре. То, в принципе, куда вы нас и пригласили, мои хорошие. Господа, это, по-моему, Ира, у тебя есть слова? У меня, в принципе, слова нет. Я резко забыл весь свой словарный запас. Мне кажется, меня просто загипетизировали. Ребят, ну после такого у меня к вам, наверное, только вопрос такой. Вы, когда встречаете Новый год, ну понятно, у вас Новый год. Наверняка вы встречаете на работе. В работе. Да, в работе. Но все равно, что вы же присоединяетесь к своим близким хотя бы, друзьям, я не знаю. Показываете ли вы им фокусы хотя бы какие-то? Ну вообще, как вы вообще встречаете Новый год? Да, и уже лет десять каждый год я своим крестникам, кумовьям показываю постоянно фокус. Мама с папой уже более спокойно к ним относятся. Можно я возьму? Я все-таки хочу отведать этот кофе, потому что он уже с сахаром. Осторожно, Алексей, нам еще программу до конца вести. С сахаром. И у меня еще работают в 2020 году. И родители еще уже не продолжают смотреть, им уже не так интересно. А вот друзья все еще поглядывают. Друзья все еще поглядывают. Алексей, пожалуйста, пожалуйста, можно я спрошу у гипнотизера? Скажите, вот такой же вопрос адресуем вам. А я тоже произведу сейчас одно волшебство, я перемещусь между ребятами, возьму у одного из них. Задавай вопрос, а вы говорите вот в этот микрофон. Ух ты, какая волшебная у нас. Я могу тоже поменяться. Да, а я обратно вернусь. Я не могу оставить вас без этого вопроса. Вас тоже просят все время ваши близкие, друзья, покажи, загипнотизируй, сделай со мной что-нибудь. Или после того, как они видят уже результат, как это происходит с другими людьми, они уже к вам не обращаются. Ну, тот, кто попробовал уже один раз, уже бегом бежит. К вам? Прямо бегом, потому что это очень удивительно, интересно. Можно вот у ребят спросить на самом деле. Да, ребят, расскажите, пожалуйста. Мы были первыми экспериментаторами, так сказать. И вот, допустим, Амир раньше, по-моему, попробовал. Да. Ну, на мне тоже проэкспериментировали. Я теперь вот, как только он говорит, Эдик, надо что-то попрактиковаться, я вообще самый первый. А когда вообще каждый из вас вот начал, пришел вот, собственно, в сферу магии, я не знаю, можно ли ее так называть? Мы, наверное, с Ильей самые старенькие в этом. Мы около 10 лет уже занимаемся фокусами, а ребята чуть-чуть попозже приходили. У Амира, по-моему. 9 лет. У тебя 9, да, и... У меня тоже. А, у тебя тоже. Ну, значит, мы не самые старенькие. Все занимаются в районе 10 лет уже. Слушайте, а когда вы показываете фокусы, понятно, люди удивляются, но все равно, вот первая их реакция. Вот мы сейчас, да, у нас, как говорится, no comments, no words, да, когда 9-0. Испуг очень часто. Испуг? Люди пугаются. Люди боятся неизведанно. Глубже и глубже. Полностью вниз. Полное расслабление. Сейчас левая рука становится твердой и не въебаемой. Замерла рука. Состояние, находишься в этом состоянии. Чем больше ты находишься, тем глубже ты погружаешься и отдыхаешь. Вот так вот происходит мгновенный гипноз, когда человек в каталексе замирает. Он может находиться так достаточно долго. Можете продолжать? Сейчас Костя дотронется до его руки и он проснется. Пожалуйста, верните, у нас все-таки Новый год. Пожалуйста, дотронется до него, он проснется. До тебя дотронется, проснешься. Доброе утро, Амир. Доброе утро. С Новым годом. До твоей 2020. Уже? Уже. Уже 2021. Я пришел сюда 27-го. А, уже 2020. Вы все перепутали, Амир. Все прекрасно, замечательно, дорогие друзья. С Новым годом. Давайте дружно все крикнем. С Новым годом. Ура.